мои дорогие друзья здравствуйте открываем вновь нашу уже ставшую традиционный рубрику ответы на вопросы и первый вопрос на который я хочу обязательно ответить почему вы перестали публиковать фотографии до и после а в основном публикуете видео друзья мои я обещаю что обязательно мы опубликуем всех наших героинь то и после виде фотографий вот эти видео мы делали для того чтобы вам дать понять как проходит в реальном времени реабилитационный период чтобы вы видели что это не страшно было у всех реальная картинка происходящего и спасибо большое за этот вопрос обязательно опубликуем и фотографии тоже наших героинь когда их смонтируем спасибо и так могут ли быть последствия после блефаропластики друзья мои ну как и после любой операции конечно же могут быть последствия при неграмотном ее исполнении я считаю что в принципе блефаропластика как это ни странно сейчас прозвучит является самой сложной пластической операцией несмотря на то что зачастую молодые хирурги начинают себя пробовать плане блефаропластики так первая операция я считаю что я работаю уже 20 лет на сегодняшний день я вам хочу сказать что для меня блефаропластика является самой сложной в плане исполнения операций потому что это по сути микрохирургия и каждый миллиметр здесь важен для того чтобы получить хороший эффект чтобы не получить круглого глазика когда которым мы все время говорим а это зависит от чего это зависит от раскройки вот эта раскройка очень важна перед операцией поэтому последствия после блефаропластики они должны быть только позитивными при условии того что она выполнена грамотным и опытным специалистом и так возможно ли ухудшение зрения или даже потери зрения после блефаропластики друзья мои это тяжелейшее осложнение которое описано в литературе описано это в европейской литературе что при транспортивальных плефаропластиках иногда возможно получить ретро бульварную гематому что это такое это когда кровь скапливается сойти глазного яблока при удалении грыж когда их удаляют из вот такие микро доступ и теоретически возможно даже потери зрения при таких ситуациях но заверяю вас что во первых моей практике таких не было случаев и потому что здесь нужно четко знать анатомию глазницы чтобы не повредить все сосудики которые там идут так что потеря зрения в руках опытного врача она невозможна и так следующий вопрос после блефаропластики возможно ли через некоторое время возвращение опущенных век или возможно что через какое-то время и в связи с чем друзья мои но смотрите и мы сейчас будем говорить конечно же про верхнюю блефаропластику да потому что опущение век именно при верхней блефаропластики присутствует да то есть это по сути является показанием к операции по удалению вот этого избыточного фрагмента кожи и грыж в области верхних век конечно сила гравитации она все равно действует ее никто не отменял и в общем то через семь десять лет возможно повторить эту операцию безусловно конечно будет еще зависеть от того в каком положении брови опять же это зависит от генетических особенностей строения лица иногда бывает что последующем опущение например избытки кожи в области верхних век они будут обусловлены то сам самой брови это все решается индивидуально но хочу вас обрадовать что верхнюю блефаропластику можно делать несколько раз в жизни и так сколько идет внешнее заживление после операции чтобы можно было выйти на работу и чтобы коллеги при этом не заметили швов синяков и так далее друзья мои но здесь зависит конечно от типа операции скажу в среднем при смаз подтяжки лица и шеи если вы хотите полностью скрыть операцию по следы будут через три недели уже не видны вы выйдете на работу все будут спрашивать как-то вы выспались отдохнули что-то такое произошло с вами неуловимая ваш образ улучшился ну что произошло непонятно это будет через три недели после блефаропластики верхний или нижний или когда мы делаем это одновременно через две недели в принципе когда склеечки будут сняты вы уже можете выйти после ринопластики опять же когда снимаем гипс это будет через две недели вы можете выйти но там могут быть еще остаточные синяки в области век так что в любом случае планируйте эти операции на то время когда у вас нет каких-то таких публичных мероприятий или возможно это какой-то отпуск и так после круговой подтяжки нос из-за того что кожа натягивается в сторону к виску не расширяется не становится ли визуально шире друзья конечно же нет при круговой подтяжки мы не можем так натянуть кожу чтобы крылья носа расширились а если это произойдет это уже неграмотно выполненная операция конечно же нет просто есть такой некоторый визуальный эффект что когда мы делаем подтяжку кожи лица и шеи когда мы убираем все эти возрастные признаки брыльки до избыточки жировой клетчатки в области подбородка если у пациента носик достаточно крупный то зрительно после подтяжки может казаться несколько крупнее поэтому есть понятие омолаживающая ринопластика которую иногда мы выполняем даже как первый этап наших омолаживающих операций и так как влияет на состояние кожи гимнастика для лица друзья мои ну я конечно возможно потому что хирург я не вижу каких-то радикальных изменений по текстуре кожи при выполнении гимнастики гимнастика она может поддержать в тонусе по сути мышцы которые но не дадут как-то в этому птозу быть более выраженным в течение дня после гимнастики но сказать что кожа радикально по текстуре меняется конечно же при наличии купероза насколько может усугубиться ситуация после ринопластики друзья мои ну купероз действительно это достаточно большая проблема после ринопластики эта ситуация может усугубиться потому что отслойка она приводит к небольшому изменению питания до в области покровных тканей носика поэтому и роз конечно может и усугубиться то есть к этому нужно быть готовы ну что ждем вас в нашей очередной рюк на сегодня все с уважением ваш доктор